Дорогие друзья, это Питсунда, Абхазия. По улице Гизба мы двигаемся в сторону набережной. Сзади нас Тополевая улица и там находится на пересечении храм, который советует посещению, так как там есть комплекса с органной музыкой. Очень интересно будет послушать. У меня пока не получилось, но я думаю, что когда-нибудь смогу. Ровное количество всяких домиков, торговых центров. И сейчас мы будем проходить на территорию санатория, по которой мы прогуляемся вдоль набережной. Там действительно очень красиво и посмотрим на все возможные виды, которые там есть. Посмотрите, уже все оживает, цветочками покрывается. Смотрите, это действительно очень красиво. Здравствуйте, почем нынче опиум для народу? Это 80 рублей. По времени есть какие-то ограничения? Вход в бамбуковую рощу запрещен. Штраф 1000 рублей. То есть можно еще за 1000 в бамбуковую рощу залезть. То есть разнообразный виды услуг. А вот там вот они, Питсунские сосны. Видите, кипарисы, которые погибли, к ним высаживают еще новые. Они скоро будут тоже таким же красивыми и классные. Такие места отдыха есть. Тоже можно посидеть. Очень красиво зацветает. Прям здесь совершенно другие краски, ароматы. Просто фантастические виды. А постепенно мы доходим уже до набережной. Так сказать, место притяжения всех туристов. Здесь идет, мы видим, коммерциализация. Вот у чего бы пипец как просто не хотелось. Но так как здесь бешеный поток туристов, собственно, кипарисы не так важны становятся. И там видели, что по всей аллее они были с двух сторон. Здесь раз с одной стороны их уже нету, то можно понастроить лодков. Вот Абхазия, прям умоляю, остановись. Не надо. Лучше кипарисы посадите. Лучше по 100 рублей сделайте вход сюда. Вам принесет это больше денег, чем вы вот замутите коммерцию. Просто теперь идешь как на рынке, а до этого как в парке. Знаменитые здания появляются. Кстати, можем увидеть, что здесь идет бешеная реконструкция. Выкидывают просто из окон все старое. Выглядит довольно-таки прям жестко. Полностью, я так понимаю, идет демонтаж. Наверное, решили вложиться и сделать сверхсовременные, сверху крутые здания. Это тоже очень хорошо, что идет ремонт. Мы совершаем с вами выход на набережную. С левой стороны нас уже зазывалось. Завод Качачий коньячком. Начать фотографии. И здравствуй, набережная Пицунда. Такая статуя здесь очень привлекательная, красиво смотрится. Ой, как тут солнечно и хорошо. Хочется вот как-то парочка сесть на скамеечку и получать удовольствие. Виды нас порадовали на вот эту вот композицию. Не будем смотреть, что там спереди мужчины галушом, нырнувшего в бездну. Они, видите, символично плывут к устрице. Наверное, там жемчужина должна быть, и кто впервые из них достигнет дна. С левой стороны такой огромный просто плюгель. Там кафешечка работает в летний период. Слава богу, вроде бы погода решила порадовать. Вышло солнышко, сразу становится теплышко. Хочется одевать шортики. Вот с той стороны пляж, рыбзавод, потом сюда чуть поближе Элдза. И вот, наконец-то, мы вышли на полуостров Пицунда, который выдается в море и омывается с трех сторон водичкой. Или мысь, правильно его назвать, наверное, с трех сторон. Сейчас я на говорю тоже. Обещаю прийти, скажите, где третья сторона. Здесь водичка уже, честно, мутнее немножко, чем я купался там. И посмотрите на побережье. Кстати, кафе, вот видите, подписано. Мы сейчас поднимемся на это здание и попробуем с видом все еще показать. Там, конечно, очень красиво все смотрится. Особенно на такие моменты люблю ходить, где можно самоубийца. Но что-то не все сюда решились выйти. Вот так под ногами все это проминается. Ощущение, конечно, космос. И здравствуй, море. Здравствуй, Пицунда. Здравствуй, сумасшедшие виды. Напишите в комментариях обязательно, как вам. Мы выходим на советском стиле выполненную набережную. Я вот побывал в Сухуми. И вот сейчас иду по набережной в Пицунде. И мне вот здесь как-то нет такого, что вот хотелось бы, чтобы были белые балясинки. То есть вот вполне такой парапет оформлено. Все очень красиво сделано. Интересно, зачем что-то большее. В общем, мы видим, что здесь есть и лежаки уже, и тенты. Я видел прошлогоднее июньское видео с этого пляжа. Здесь, знаете, места прям очень много. Не знаю, конечно, как здесь наплыв именно в сезон, когда очень много людей. Потому что, как минимум, очень много всяких торговых площадей мы видим. Здесь, кстати, зал спорта. Проходят разные соревнования. У меня сын по боксу здесь участвовал. Приезжали они. Есть души. Интересно исполнено. Веревка так обтянута в пластиковой трубке. И что такое сверху? Просто включил воду, пользуйся, наслаждайся. И вот впереди, перед нами знаменитая пятнашка, кафе. Находится наверху. И видишь, что там дверка открыта. Но, чтобы туда зайти, нам надо что-нибудь будет там купить. Просто так там, типа, снимать нельзя. А если что-то покупать, то можно. Ребята, там дельфины плавают. Смотри, раз, два, три дельфина, четыре дельфина, пять. Ну, там, да, целая стая дельфинов. Но, видите, они на глубину уходят. То есть они вышли, 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 вышли. У нас же они на берегу там гоняются за рыбой. Здесь сверху чайки плавают. О, кстати, смотрите, уже городят территории, я вижу. Может быть, что-то или будут строить, потому что ниточки натягивают. Бетонные плиты привезли. Эх, не хотелось бы, чтобы Пицунда все-таки избавилась от всей этой природной красоты. Будем надеяться, что разум все-таки победит над деньгами. Хотя это вряд ли, друзья мои. А вот они, Пицунские красавицы. Пицунская сосна. Не влюблен всегда. Также видим, что здесь происходит реконструкция всех этих помещений. Что-то новое достраивается, делается. То есть коммерциализация идет всех этих территорий. Потому что сюда постоянно привлекается ровное количество людей. И поток, я думаю, будет нескончаемый. Потому что все равно Пицунский парк притягивает к себе очень много людей. На каждой сосне есть знак. Потому что она помечена, посчитана. И их вроде как должны ценить и беречь. Чтобы просто так не сносили. Выглядит это примерно вот так вот. Видите, такой значок. 81-го года, 1663. Ну, красота, друзья. Ой, как тут хочется дышать. Какой воздух, мои дорогие. Вам это в своих городах, к сожалению, не почувствовать. Только можете представлять. Приезжайте, отдыхайте, путешествуйте. Мы сейчас же будем пробовать подняться туда наверх. К сожалению, не знаю почему, дорогие мои, но все закрыто не пускают. Хотя сверху там дверочка приоткрыта. Даже по пожарной лестнице не подняться. Но вот так вот будем, говорится, надеяться, что когда-нибудь потом, в будущем, у нас это получится. С высоты я вам все равно все покажу. Не переживайте. Мы здесь взлетим. Там продолжают купаться в море дельфины. Прямо большое количество их. Там, там, там. То есть я смотрю, что их очень много плавает. Шикарно понаблюдать за этими животными. Люди специально приходят, саживаются. Я так понимаю, что они здесь долго кормятся, рыбы. Возле этих берегов великое множество. И, собственно, это дельфинов и привлекают. Слушайте, там еще огромная просто стая дельфинов. Ну их тут, блин, я не знаю, полсотни, наверное. То есть там вот прям кишат, здесь кишат, там кишат дельфины. Вот это, да. Здесь можете увидеть аквапарк. Тоже в который можно прийти. Ну, много вот таких вот мест, да. Там какие-то камушки вырезаны, из которых хочется подойти, сфотографироваться, что-то сделать. Интересно смотрится. Симбиоз природы. И вот такое небольшое вмешательство человека. То есть здесь набережная как бы встроена во всю эту красоту. И какая бухта пиццунская, как она смотрится. Вау. Мы доходим до еще одного здания. Тоже очень большого, красивого. Я не знаю, круче санатория, мне кажется, не придумать. Нет, знаете, вот такого прям плотности застройки. Вроде высокие здания, но они находятся по водой друг от друга. И вот этот весь комплекс выглядит просто вау. Мне хотелось, чтобы что-то поменялось. Хочется, чтобы все именно оставалось в таком формате, как есть сейчас. Вот женщина стоит только что. Рассказала, что, скорее всего, все откроется с мая месяца. Пока будет закрыто. Обожаю мозаичные вот эти вот все украшения. Часто слышу, что фу, там пережиток прошлого. А мне нравится. Там прям еще одна девушка в кустах лежит такой красивый. Обелиск. Тут еще одно прям здание в лес. В лесу стоит, и мы попробуем подняться вот сюда. Тут прибулочная такая зона. Есть интересные ступеньками. Кто как брусером еще и от удара штормов закрывает вот это здание. Так понимаю, что вы построили, а тут нет-нет, вовны приходили. Вот. Сюда, кстати, можно поинтереснее понаблюдать за дельфинчиками. Будет сейчас. Вот они. Тут там, тут там всплывают. Ну, я думаю, тут с полсотни дельфинов точно есть. Туда дальше стая, здесь стая, как колония. Там вообще кишат, просто кишат. Я столько дельфинов, наверное, никогда не видел. Когда-нибудь видел столько дельфинов сразу? Туда дальше. Туда. Туда. Там. Туда. Там. 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 Туда. Продолжение следует... 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 покрашивают все поверхности для того чтобы летом вы приезжали и получали удовольствие такой шикарный вид на пляж ох там даже уже шатры матры здесь в общем благоустроивается все по полной прерыве ну и в левую сторону там тоже очень много разного благоустройства которая тянется ваханзы как называется о кстати я видел как это это здание здесь появлялась типа впихивалась неспехуемая возле сосен и вот он пожалуйста она уже закончена виде not гостиница прям в национальном парке ничего не могу сказать чего не могу ответить ну как-то выглядит прям обидно все эти сосны дай бог чтобы конечно вот это самое же не произошло со всей этой аллеи чтобы она так вот вся не застроилась ну что здесь рядом написано что-то въезд в парк там национальные там тарупыры и нельзя заезжать кто проходит бацки в здании появляются конечно печалька вам покажу то что не выдумываем штраф 5000 рублей вот пицунда мунистерский заповедник въезд посторонним запрещен разжигать костер на территории заповедник который запрещено штраф 5000 рублей кипарисовая аллея это место называется и тут огромное количество еды развлечения торговые точки здесь есть все то что у нас там во время прохода к морю хотя могла быть просто красивая кипарисовая аллея для прохода море в основном парке ну бизнес бизнес собакевич и здесь очень много бедные собачки раненые нашли прям его очень жалко еще пёсик эти хоть подкормленные выглядят здесь мы подходим уже поближе непосредственно к самому городу появляются домики гостиницы слева с правой стороны бытовые здания и парися тут тоже радует честно мне кажется вот так вот выглядит прикольнее чем где вот куча этих рыночков когда просто заборчик там гостиница ловить а если кто хочет прям в этой стороне отдыхать кипарисовая аллея ищите на картах ищите здесь размещения все урана мы выходим в поселок здесь жизнь другие большие гостиницы то есть все очень красиво выглядит со всех сторон работают магазинчики мы здесь кстати кофе или я часто здесь машину оставляем летний сезон думаю что это сделать будет сложно тоже огромные деревья сделали обзор больше с уклоном именно на парк пицунды можно конечно сходить еще не в сам впереди нас краски находится храм послушать органную музыку погулять по территории съездить на рыбалку григорий рассказал что рыбка здесь ловится просто очень классно кстати григорий еще возит там на рыбалку своих гостей так что я думаю вам будет интересен такой вариант отдыха тех кто любит и мы вчера за столом таких пробовали карасиков они очень вкусные ребятки мои дорогие в общем спасибо что были с не забывайте подписаться сделать лайк репосты будем рады с вами встречаться не прощаемся